В поселке Свердловском отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Приуроченный к дате митинг прошел у мемориала детям войны от благодарных потомков. Открыла церемонию председатель Щелковского отделения Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Алла Дубенко. Немало в современном кандале дат, связанных с трагическими страницами мировой истории. Но одна из них, которая попала в этот калитарь в середине 20 века, является не только символом величайшей трагедии и скорби, но и символом беспримерного мужества людей разных наций и национальностей, волей судьбы попавших за стенки фашистских лагерей смерти, воды Великой Отечественной войны. Почтить память погибших пришли 12 бывших узников концлагерей, ветераны Свердловского, депутаты городского округа, кадеты и юнормейцы. Там 10 бывших складских помещений были превращены фашистами в самый страшный концлагерь с жесткими условиями содержания. Ежедневно там умирало по 100-150 человек. Это Маргарита Быстрова. Она делится воспоминаниями о том, как в год и один месяц в самом начале войны попала вместе с семьей в концлагерь недалеко от Брянска, где родилась. Тогда она только училась ходить, но воспоминания тех дней навсегда в ее памяти. Кто, как не мы, узники, должны хранить память о тех страшных адских годах, которые прошло наше детство, когда у нас не было ни одной игрушки, когда мы вообще, собственно, не имели детства. И в итоге, вот благодаря тому, что у нас растет очень чуткое поколение, мы можем рассказать правду всю о войне, чтобы ее донести до памяти наших детей, внуков, правнуков и всего подрастающего поколения. Хочу молодому поколению пожелать, чтобы вы были такими же стойкими, потому что эти люди прошли через очень многое. Они остаются действительно позитивными, прекрасными, замечательными и наставниками, и нашей памятью, и нашей гордостью. Еще один гость мероприятия – Анатолий Соколов, полковник военно-воздушных сил в отставке. Его родители познакомились в концлагере. Там же он родился 27 октября 1944 года. После освобождения отец был призван на службу в ряды советской армии. Анатолий пошел по его стопам и тоже стал военным. Я ценю жизнь. И я хочу пожелать молодым и нашей молодежи, чтобы не пролилась кровь и не было концлагерей, которые были во время фашистской Германии по всей Европе. В завершении митинга собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.